В рамках фестиваля классика Open Fest и проекта «Мир и музыка без границ» в Ульяновске выступил уникальный молодежный симфонический оркестр Поволжья. Ульяновские слушатели знакомы с оркестром с 2004 года. Тогда сборный коллектив отправился в первое турне по городам Поволжья и выступил в Ульяновске. В этом году на летнюю сессию оркестра собрался большой состав. Ее участниками стали 85 музыкантов из Донецкой и Луганской народных республик, Испании, Казахстана, России, Сирии, Узбекистана и Латвии. Проект был поддержан фондом президентских грантов. С самого основания оркестром руководит заслуженный артист России, профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского Анатолий Абрамович Левин. В этом году мы обратили внимание и свой взор на города и на страны со сложной геополитической обстановкой. Короче, на странах, где идет война. Это Луганск, Донецк и Дамаск, Сирия. И были, конечно, опасения, как вот все пройдет, потому что это достаточно сложно было организационно, особенно Сирии, даже получить визы и там организовать приглашение в короткие сроки. Сессия отличается большим количеством дирижеров. Самый юный из них – 12-летний Асадбек Айуджонов из Ташкента. В оркестр мальчик попал по рекомендации своего преподавателя – дирижера Национального симфонического оркестра Узбекистана Владимира Неймера. Я сначала учился в Республиканской специализированной школе искусств и интернат до третьего класса. А в первом классе моя учительница по скрипке Галера Ашидовна привела к моему педагогу, профессору Государственной консерватории Узбекистана Владимиру Борисовичу Неймеру. И с Владимиром Борисовичем мы позанимались два урока, и он сказал, что будет со мной заниматься в дальнейшем. Ульяновск представляли фаготист Владимир Елистратов и солист на волторне Алексей Герасимов. В этом оркестре уникальная атмосфера, потому что здесь происходит стык поколений. Более опытные мастера передают свой опыт. Например, когда-то в 2019 году Валентину Рюпин, он еще тогда активно был исполнителем на кларнете. И он мне тогда дал очень ценные советы, благодаря которым я как раз и решил дальше развиваться. И я думаю, здесь очень много судеб решается. На ульяновской сцене молодые музыканты исполнили шедевры музыкального искусства. Произведение Штрауса, Глинки, Чайковского, Прокофьева, а также симфоническую сюиту, посвящение Знамя Надежды. Это результат совместной работы сирийского автора Мазана Иссы и российского исполнителя, композитора и дирижера Николая Монагадзе. Ирина Антонова, Руслан Баталов. Новости ульяновской правды. Руслан Баталов. Новости ульяновской правды.